друзья всем привет в эфире очередной выпуск подкаста бизнес-клан где мы обсуждаем новости это как эти новости вообще влияют на нашу с вами бизнес-действительность на наши с вами бизнесы и во-первых очень хочется сказать что я страшно по всем соскучился я сергей добров предприниматель маркетолог стратег я к сожалению пропустил прошлый выпуск нашего с вами общения и вдвойне хочу скорее ринуться в обсуждение новостей с моими коллегами с маргаритой например всем привет да серёж мы по тебе очень тоже соскучились нам тебя не хватало ты просто дополняешь этот подкаст как никто на связи маргарита иванова юрист по банкротству и корпоративному праву предприниматель всех рада слышать я была в прошлый раз и я остаюсь сегодня и с вами геннадий пименов мы с маргаритой вдвоем конечно скучали но теперь мы бизнеса хорошо обсудим предлагаю начать пока я отсутствовал новости происходили до новости появлялись события происходили и вот например центральный банк армении улучшил прогноз по ввп из-за приезда россиян каком так вот и ввп стал лучше мне кажется эта история про сообщающиеся сосуды где-то убыла где-то прибыла и не только в армении мне кажется во все страны в которой сейчас происходит релокация бизнеса казахстан турция армения киргизия грузия по моему все очень даже неплохо как считаете коллеги слушайте на самом деле знаешь очень интересная вот эта история то что это настолько значимая получается часть да что для целой страны это видно на вот колебаниях ввп потому что но у нас часто идут споры вот там сколько человек уехала в течение последнего месяца пересекло границу но никто не говорит сколько вернулась и там говорит ой ну каждый месяц много людей уезжает туристы кто-то уезжает туда приезжает и вот на самом деле я например не слышал статистике сколько за этот месяц вернулась но центральный банк армении видимо знает больше на количество не важно количество владеет другие структуры кто выехал кто въехал а вот председатель центрального банка армении на заседании международного валютного фонда это тоже надо отметить не просто где-то там внутри чего-то своей страны отметил он заявил что рост ввп поднимается по планам с 1,6 до 13 процентов из-за приезда в страну большого количества граждан россии слушай ты вот скажи ты экономист внутрироссийский или международный тоже у них такой был маленький ввп или что с 1 и 6 до 13 это прогноз роста 1 из 6 прогноз роста 1 из 6 а сейчас прогноз на 13 да слушай ну все равно рост простите там что 8 раз да в 9 сколько ну тут же достаточно страна то маленькая там грубо говоря немного человек приехала условно говоря 10 богатых россиян которые могут обеспечить этот рост ввп кстати обратили внимание как приятно как уважением говорят представители армении а вновь прибывших о том что к ним в страну прибыли воспитанные культурные люди то есть они прекрасно обогатят их страну но немножечко у нас все будет пониже чем у них например центробанк рф прогнозирует снижение ввп в нашей стране соответственно на три с половиной процента то есть у нас конечно есть определенные потери снижение роста на три с половиной процента или снижение ввп начнем пытаться снизиться я бы назвала это отрицательный рост отрицательный рост отлично причем в этом году правительство заберет из фонда национального благосостояния нашей страны 1 триллион рублей как сказал наш премьер михаил мишустин и деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета то есть у нас уже оценивается в одну целых три десятка триллиона рублей или на целых девять десятых процентов ввп дефицит вот поэтому видимо очень ощущается отсутствие этого бизнеса который благополучно переехал в соседние страны а переехал кто вот как раз таки 25 процентов роста человеческого капитала в айти сфере в армении все время хочется в этой ситуации если честно больше цифр может это занудство конечно а сколько было вот 25 процентов роста капитала сколько было 25 процентов меньше а вот так можно я побуду капитаном очевидность мы с тобой вдвоем оба такие о экономика это все это не к нам это не к нам сложные слова было пять человек а теперь будет семь с половиной да слушайте ну вот еще кстати интересный момент да то что там про другие страны казахстан более 50 международных компаний резонцировались из россии в казахстан то есть получается вот этот вот рост ввп например армении да он за счет чего за счет перетока российского капитала или за счет перетока международного капитала из ну то есть понятно что все равно как бы он там из россии утек то есть считай был российский соответственно менее да то есть это просто люди уехали увезли с собой деньги и условно там их начали тратить или это именно перевод компаний я думаю что этот человеческий капитал которые люди переехали, стали там работать, зарабатывать денег, платить там налоги. Вот, внимание, вопрос. А их там прям ждали всех на работу? Ну, насколько... Ну, я думаю, что это люди, которые и так имели, скорее всего, два паспорта. И просто сейчас при таких условиях туда действительно перелоцировались очень много компаний и в Казахстан, и в Армению. И там все... Ну, тут, наверное, все равно оба фактора, потому что у меня достаточно большая часть моего бизнеса, она удаленная. И, в общем-то, если есть интернет, значит, я могу работать и приносить пользу людям. Причем, что интересно, пользу людям я буду приносить внутри страны, а... Работать ты будешь за рубежом, например. А налоги где ты будешь платить? Налоги я буду платить здесь. Все, самое главное. В России. Вот. Тратить-то я эти денежки буду, получается, если я переехал куда-то, тратить я их буду там. То есть вот сфера потребительских товаров, да, там услуг, потребительские товары, получается, будет расти там. Налоги тут, польза... Слушай, ну, польза от моей деятельности все равно будет тут. Вот я так патриотично об этом хочу заявить, при том, что я и не уехал никуда. А то звучит как заявление, как некоторое прощание. Друзья, мы на месте, не уходите. Вернемся. Наша троица еще здесь и никуда не собирается уезжать. Но смотри... Но мы так и не обсудили Армению. Да подожди Армению. Смотри, ты, получается, теоретически, да, друзья, еще раз, это фантазии. Чисто гипотетически. Чисто гипотетически. И мы такие сидим, да, в Ереване записываемся. Окей. Шутка, 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 шутка. Мы на месте, мы дома. Лучше в Шимкенте. Смотрите, вот ты, допустим, уехал. Допустим. Ты не имеешь права, но ты уехал. Да. Мы тебя не отпускаем. Да. Все поняли это. Ты работаешь на российский рынок. Но сколько компаний в связи с санкциями, контрсанкциями и прочими проблемами именно не смогли работать на российский рынок, они были связаны с европейскими компаниями, с американскими... Ну, так или иначе, логистика, контрагенты. То есть там сказали, что либо вы куда-то уезжаете из России, переводите бизнес вообще из российской экономики в целом. Ну, я думаю, что так никто не говорил. Почему? Ну, намекнули как минимум. Потому что, когда я готовилась к сегодняшнему выпуску, я сделала вывод для себя, что очень много компаний в принципе вывели свою деятельность из российской экономики. Ну, недалеко. Уже Армению и Казахстан. Армения в нашем сердечке всегда, в любом случае. Например, известная китайская фирма с труднопроизносимым на русский язык названием. Ну, на самом деле, наверное, правильно это будет «Хайвей». Я думал, ты скажешь «К Сяоми», хотя правильно «Сяоми». Нет-нет-нет, это другая китайская фирма. Другая китайская, ну хорошо. Перевела своих сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан. То есть, релацированные специалисты в основном займутся развитием бизнеса «Хайвей СНГ». Слушайте, а вот, знаешь, интересно, у меня друзья работают в одной международной компании в Москве, я когда с ними разговаривал, они говорят, ну, мы все продолжаем сидеть на своих же местах, но теперь мы заказы выполняем не для России, а для других стран. Интересно, какая у них юридическая, получается, ну, база, да? То есть, они как бы перекупщики. Ты имеешь в виду коллеги, которые в маркетинге работают? Или какая-то еще? Что за сфера? Нет, просто у них, господи, как же это сказать-то, программное обеспечение для поддержки бизнес-процессов. Давай скажем так. Так они, может быть, для тех, как раз-таки, которые в Армении, в Казахстане сидят. Долаживают там процессы. Ну, то есть, скорее всего, это же речь-то и про них. Вряд ли они работают на Европу. Нет, ну это СНГ, я думаю, действительно. Это вот тот бизнес, который для наших братских республик. А вы знаете, как на это отреагировали в Кремле? Ну, на то, что у нас... Мы стараемся ради ВВП соседних СНГшных стран. В Кремле сочли эту ситуацию нормальным явлением. Это совершенно нормально, когда страна мира пытается у себя создать хорошие условия для инвесторов. Второй вопрос, что из-за давления извне многие компании вынуждены принимать такое решение, сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь. То есть, в целом, никто не возражает. Слушай, ну, как бы тут нечего возразить. Давно не было повода съездить в Армению. Вот прям никогда. Абсолютно никогда. Или в Ташкент. У меня не было повода съездить в Ташкент. А теперь столько поводов съездить и туда, и туда. Поэтому, мне кажется, прекрасный момент. Я был в Ташкенте, в Шимкенте и в Армению. Два года назад. Какая красота. Там, да. Шикарно, шикарно. Слушай, ну вот, ты знаешь, а как ты там общался с родиной, пока ты там был? На русском. Писал, небось, в каких-нибудь мессенджерах? Конечно. У меня есть все виды мессенджеров. А ты знаешь, что правительство просит промышленность отказаться от иностранных мессенджеров? Слышал об этом? А у меня есть и русские. Так что про мессенджеры? Тенденция у нас продолжается. Положительная. Тенденция положительная. Мессенджеров не будет. С импортозамещением? Да, да, да. Ты это к чему сказал? Ну да, именно про это. Это, в общем-то, есть вторая новость, которую я хотел сегодня предложить для обсуждения. Ты готовился, я смотрю. Что вы вообще думаете? Вот с точки зрения, ну то есть сейчас предложили отменить для промышленности. Да, почему для промышленности. Будут ли потом просить не только промышленность отказаться от иностранных мессенджеров? Да, уже просят. Я читал замечательные статьи. Вообще сейчас такая ситуация насчет школ. То есть школьникам запрещают пользоваться телефонами в школах. При этом опять же затормозили развитие внедрения Wi-Fi в школах. Там сколько-то, 2000 школ внедрили. А теперь смысл внедрять Wi-Fi в школах, если телефонами пользоваться нельзя. А дальше пошли уже о том, что действительно в школах запрещают школьникам пользоваться вот этими иностранными мессенджерами. А помнишь, ты говорил, что и в вузах, например, где ты преподаешь, уже запретили пользоваться какими-то программами? Да, мы ушли от всех импортных этих. Ну, как бы сейчас это называется... И вернулись к Бересте. Группа ВКонтакте. А, по-моему, группы ВКонтакте, по-моему, и были, насколько я понимаю, и пользовались. Мы пришли и на видеолекции, и на чаты, и прочее. Во ВКонтакте лекции? Все во ВКонтакте, да. А как же там Яндекс, как там, Телемост или что-то в этом роде? Не знаю, мы таким не пользовались. А, просто, допустим, когда я обучалась в школе молодого предпринимателя в прошлом году, как это давно было, и мы там созванивались с наставниками, мы уже созванивались в Яндекс Телемост. То есть, Zoom нет. То есть, государство то, что финансирует, уже предъявляет условия к тому, чтобы мы общались в тех или иных программах. То есть, Zoom... Все же всегда в Zoom делали. Ну, Zoom странно, китайское, как бы, вроде как, и не сильно запрещено. Ну, на самом деле, с точки зрения... Точно ли китайское? Да, Zoom, да. Ну, может быть, там есть какой-то американский капитал? Это, наоборот, все сделано в Китае. А, капитал может... Ну, то есть, кто, собственно, бенефициар главный? Ну, я не смотрел, конечно, но вообще, Zoom – это чисто китайское производство. Это ж не блокчейн, чтобы сказать, где еще и капитал, да? Конечно. Слушайте, ну, вообще, есть в этом, наверное, смысл, да, с точки зрения того, что, там, ко всем девайсам можно подключиться, да, соответственно, что там зашито в этой программе. Наверное, с точки зрения образующих предприятий или индустрии, которые прямо или косвенно влияют на, там, внешнюю безопасность страны. Ты про теорию заговор, ну, грубо. Ну, это не то, что... Ну, что можно всегда что-то оттуда... Ну, я про то, что... Дошифровать. Да, да, да. Про то, что если через эту штуку можно подключиться и условно там подсмотреть, как сделан какой-нибудь секретный завод изнутри, ну, я сейчас очень... Ну, понятно, понятно, да, да, да. То, наверное, в этом есть какой-то смысл. Просто дальше вопрос, окей, рекомендовали отказаться, а на что переходить? Ну, вот список 258 коммуникационных программных продуктов. Правда, одно из них меня очень сильно повеселило. Новый продукт называется ICQ. Я его нашел, он у меня был... Со старыми дырками, да? 98-го года. Вы что, вот это вот знаменитое... О-оу! Это, по-моему, знаете, системообразующая программа... Я нашел свой номер и даже пароль вспомнил и вошел туда. А вы знали, что, например, в Телеграм есть эмодзи под Аську? Я, например, ими прекрасно пользуюсь, этот чувачок в кружочке такой, шарик желтенький. Слушай, подожди, давай... Это же вообще живее всех живых. Давай 250, я боюсь, я не вывезу, дай хотя бы топ-3. Яндекс Мессенджер, Яндекс Телемост, некий Джаз, разработанный Сбером. TrueConf, почему это на английском? Contour Talk, ICQ, там-там, ВК Мессенджер и так далее. Все это есть. То есть ВК, вот этот самый, он в списке есть. Да, и, кстати, обратите внимание, что... Мне кажется, знаете, как момент, такая тенденция, что если мы сейчас, например, делаем повсюду импортозамещение, то сначала промышленности запретили, предприятиям, школам, вузам запретили, ну а где гарантии, что потом, в принципе, не отключат? Ну, нельзя исключать этот вариант. Ну, на самом деле, тут же, как бы, основной момент, это то, что центр обработки информации, точнее, центр обработки данных, да, вот этих всех систем импортных, то информация проходит через вот эти серверы, которые находятся в иностранных государствах. Причем, как это в списке, не до... Не до... Да, которые с нами не дружат, не дружественны. И это критично для больших компаний, особенно в списке деятельности которых присутствует какая-то тайна. Да. А знаете, что... К школам это точно не относится. Знаете, что забавно? Вот есть статистика безопасных мессенджеров в 22-м году, и на последнем месте WhatsApp. То есть он настолько плохо, как пишет интегратор Ортезио, настолько плохо зашифрован, то есть его так легко взломать, и что там написано, какое-то там сквозное шифрование, что-то еще. Я как-то сильно вообще не представляю. Я себе представляю, школьные группы там для школьников и классных руководителей. Ну, что там, допустим, какие-то... Котлетки опять были недосолены. Да-да-да. О, Боже. А Иванов не сдал на шторы. Вот-вот, шторы уже испачканы. Вообще, ребята... Что там может быть интересного? Нет, ну подожди. А если, например, люди общаются с целью какого-то заговора? Нет, ну давай, это речь же... Ну, мы просто развили эту тему и для бизнеса тоже. Да ну а что? Ну, этот запрещенограмм. Работает как... Здрасте. Запрещай, не запрещай. Ну, то есть это... Так же, как и запрещен... Бук. Дай бог им здоровья. Всем. Знаете что? Вообще, конечно, мессенджеры важны, многие используют их по отдельности, но круче всего, когда есть мессенджер в одной базе, когда вот есть и сделки указаны, и возможность созвониться по видео, и самое главное, естественно, попереписываться, потому что коллективу необходимо где-то общаться друг с другом. И вот, например, в СРМ-системах, в Мегаплан, например, такая возможность есть. Спонсор этого сезона – СРМ Мегаплан, самая мощная из простых СРМ. Уже 15 лет Мегаплан помогает предпринимателям, собственникам и руководителям повышать эффективность бизнеса и больше зарабатывать. Среди полезных функций для управления компанией – ведение задач и проектов, неограниченные видеозвонки, СРМ для учета клиентов и контрагентов, а также удобное управление бизнес-процессом. Среди прочих плюшек мы особо выделяем возможность отслеживать работу команды, наличие единой базы клиентов, удобное общение в едином чате и настройку без помощи программистов. Сейчас Мегаплан предлагает помощь малому и среднему бизнесу скидкой 50% на всеоблачные тарифы. Попробуйте бесплатно, ссылка в описании. Вместе с Мегапланом мы подготовили для вас самые интересные факты, а знаете о чем? Развитие бизнеса. В каждом выпуске мы расскажем вам об одном из них. Сегодня мы расскажем о святая святых тайм-менеджменте. Поехали! Ну, должен Сергей что-то спросить у меня? О тайм-менеджменте? А ты знаешь, что это такое? Ну, давайте я вам расскажу. Управление временем – одно из наиболее важных умений бизнесмена во все времена. Современный тайм-менеджмент включает в себя приоритизацию, делегирование и здравую оценку проекта, чередование видов деятельности и анализ своей эффективности. Но как же предприниматели планировали свой день много лет назад? Например, в Древний Рим управленцы вели дневники и писали пособия по управлению рабами, в которых были указания как по менеджменту команд, так и по распределению времени рабочих. Так, например, Марк Сидони Фальц в своем пособии не рекомендовал уходить полностью в работу, призывал чередовать ее с отдыхом и поощрениями. При этом обязательно нужно было следить, чтобы не случалось приступов лени и саботажа. А уже во времена гуманиста Леона Батиста создавались планы идеального распорядка для человека. Сам Батиста предлагал не только записывать и анализировать все свои дела, но и расставлять приоритеты. При этом порядок довольно простой. Работа, учеба, а после этого развлечения. В 20 веке на тайм-менеджмент посмотрели уже совсем по другим углам. В этот период появились японская система канбан и деление дел на категории по важности и срочность и метод помидора. Сегодня многие бизнесмены проходят множество курсов, читают массу литературы о том, как правильно распределить приоритеты и как сделать бизнес максимально эффективным. И канбан, и диаграмма Ганта – все это есть в мегаплане. Отслеживание, выполнение и делегирование задач станет еще проще и эффективнее. Попробуйте. Как самый, кажется, из нас опытный пользователь CRM-системы, я могу прям тремя жирными линиями подчеркнуть, насколько тайм-менеджмент в CRM-системе удобен. Потому что я сама вот всем, что ты перечислил, пользуюсь. Но в целом я стараюсь структурировать свой день, и как раз таки в этом мне помогает CRM-система. Представляете, как давно люди задумались о том, как надо эффективно использовать свое время? Слушай, вообще, знаешь, вот история про тайм-менеджмент, я как-то погружался в эту историю, это, ну вот, устойчивое выражение тайм-менеджмент, да? Но ведь по большому счету это не тайм-менеджмент, это себя-менеджмент. Селф-менеджмент, да? Селф-менеджмент, да. Ты же не управляешь временем. Времени, самое интересное, когда погружаешься в эту историю, понимаешь, что на самом деле времени у всех абсолютно одинаковое количество. И это такой очень странный ресурс, его нельзя накопить, им нельзя поделиться, ты с ним вообще ничего не можешь сделать. Как в фильме время, да? Оплачиваешь временем. Оно просто есть, и все, и ты такой тайм-менеджмент, тайм-менеджмент, ребят, идите вот на доске напишите расписание. Если правильно распределить рабочее время, то рабочая неделя состоит из восьми дней. Если правильно закончить вечер пятницы, то рабочая неделя состоит из пяти рабочих и трех выходных. Кстати, ты знаешь, вот, не знаю, мне, например, очень вот то, что ты сейчас рассказывал нам, метод помидора. Вы знаете, что такое метод помидора? Расскажи. Метод помидора – это техника управления временем, предложенная еще в конце 80-х, которая предполагает увеличение эффективности работы при меньших временных затратах за счет глубокой концентрации и коротких перерывов. К классической технике отрезки времени помидоры длятся полчаса, 25 минут работы и 5 минут отдыха. Почему помидоры есть вот, ну, как бы источник объясняет мне это визуально так, что это кухонный таймер помидор, который, знаете, поворачиваешь, да, по-другому. Ну вот, такая история. На самом деле, для меня тема тайм-менеджмента крайне животрепещущая и актуальная, потому что я пытаюсь свои сутки превратить в 48 часов, потому что мне катастрофически не хватает времени, я пытаюсь внедрять разные способы. Вот помидора, по-моему, все-таки правильно. Возможно. Возможно. Да, матрица Эйзенхауэра. Помидора это по-итальянски. На самом деле, этот вопрос, он актуален абсолютно на всех уровнях. Согласна. И власти, и принятия решений, потому что, ну, давай так, как мы можем сделать? Мы можем либо дольше делать какое-то дело, либо у нас должен быть шире, скажем так, пропускная способность. И вот Россия планирует расширять логистические коридоры. Мне кажется, это тоже вот проэффективность. Ты думаешь, это проэффективность? Ну, конечно. Ты не думаешь, что это про перестройку логистической системы в принципе? Это проэффективность, которая возникла в связи с перестройкой логистической системы. То есть вот третья новость, которую сегодня предлагаем поговорить. Ну, давай, расскажи. Россия планирует расширять логистические коридоры. В общем-то, точка. Да, вот в этом и состоит новость. И ты абсолютно права, то, что логистические цепочки в этом году по всем известным причинам очень сильно перестроились. Естественно, что часть направлений классической логистики, они, ну, либо поломались совсем, либо стали намного сложнее. В одном, пару-тройку недель назад, помните, мы с вами как раз обсуждали кейс того, что... Перегружать фуры. Да, перегружать фуры, да, вот эта вся история. Ну, то есть это же совершенно поломанный логистический процесс, да. А есть остались направления, которые работают нормально. То есть там Каспийское направление, Восточное направление. Естественно, что на них сейчас грузопоток гораздо больше, чем был, не знаю, в прошлом году. И, соответственно, нужно что-то делать с тем, чтобы то же самое количество грузов из точки А в точку Б доставлять просто теперь другим путем. А я правильно понимаю, коллеги, что у нас сейчас обнаружилась такая тенденция, что грузы доставляться стали медленнее, правильно? Не только дороже, ну, в связи с какими-то сложными способами, но и это стало и медленнее, то, что там одна фура приехала сюда, ее как-то перегрузили, там что-то еще. То есть не напрямую, а вот как-то обходным, как будто самолеты сейчас летают. Я думаю, что это не основной грузооборот, который фурами ведется. То есть у нас же как бы много видов транспорта, авиационный и водный, и железнодорожный, и автомобильный. Так вот, мне кажется, что все-таки основной объем это железнодорожный. А железнодорожные пути никто никуда не перекладывал и так далее. Да, самолеты сейчас летают чуть-чуть в облет в связи с изменением логистики, но я думаю, что транспортные вот эти вот перевозки на самолетах, ну, занимают крайне небольшую долю. Слушай, ну, если взять товарооборот там с тем же, с Китаем, да, он же очень сильно вырос. Великий шелковый путь. Как он был великим, таким великим он и остается. А он никак не поменялся, он же идет через, ну, грубо говоря, Дагестан, Азербайджан, Казахстан. Ну, речь-то про то, что идет расширение логистических коридоров, которые я со своей потребительской точки зрения подозреваю, что не дороги стали шире строить, да, в этом направлении. По правильной, я все неправ. Вот, а в том, что, в принципе, ну, идет отладка системы для того, чтобы по этому пути быстрее обрабатывать, не знаю, с точки зрения документальной истории и все остальное. Потому что если вырос товарооборот с Китаем, то нужно как-то по тем же самым дорогам, там, тем же, да, самым ЖД путем, да, пропускать больше товаров. Ну, вот смотри, как сказал премьер наш, впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского северо-запада, кто с географией дружит, представляете, Урала, центральных регионов, до портов Персидского залива и далее по всему миру. То есть я так понимаю, что логистическая карта будет как будто бы переписана. То есть направления будут, возможно, перестроены, переделаны. Ну, вот опять же, его же выступление, Мишустина, значит, правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры. Это, опять же, Великий Шелковый путь. Азова-Черноморская, Каспийская и Восточная. То есть это четко путь на Восток в Китай. Друзья, перебью тебя, наш подкаст надо сопроводить картами. Для того, чтобы подписчики представляли. Ну, вот еще про премьера, про нашего, Мишустина. Он сказал, что восемь международных компаний транспортных ушли с рынка. Соответственно, опять импортозамещение, оно не только про мессенджеры. У нас, кстати, как-то много новостей про импортозамещение, но, вероятно, это наша реальность. И мы, конечно, не можем это не обсуждать. Жизнь такая. Да, импортозаместительное. Все любимое отечественное. Восемь компаний транспортных ушли. То есть сейчас какие-то другие наши отечественные крупные игроки либо будут сформированы, либо они будут укрупнены до чего-то большого такого уровня и начнут великий шелковый путь осваивать. Слушай, ну ты на самом деле абсолютно права с тем, что действительно это наша сейчас жизненная реальность? Мне нравится, когда ты это говоришь. Я прямо сижу, думаю, боже, конечно, говори, говори. А вот ты не говоришь. Ну, ты, конечно, тоже права. Вы тоже настолько правы. Заметьте, это по-прежнему подкаст-бизнес-клан. А не то, как надо флиртовать. Я про что хотел сказать? Это бонусом. Потому что ты хотел сказать, что Маргарита права. Маргарита права. Может быть, подкаст так и надо называть? Я согласна. Ты, безусловно, права в том, что действительно это то, что нас сегодня окружает. Да, это наша реальность. Потому что мы каждую неделю той или иной стороны, в принципе, обсуждаем вопросы импортозамещения, изменения логистики, изменения каких-то бизнес-схем в хорошем смысле этого слова. Поэтому да, и мне что-то подсказывает, что на следующей неделе у нас также могут быть новости, связанные с какими-то структурными изменениями ведения бизнеса. Знаете, мне кажется, это очень, можно сказать, даже важная миссия, которую мы сейчас с вами несем, выполняем. Потому что, например, мы вот сегодня рассказали про логистические цепочки. Возможно, кто-то занимается транспортом, ну, как-то не знал или не слышал. А тут нас послушал и такой, о, я пошел. Мы, кстати, в прошлый раз еще говорили, что у нас есть большое количество как раз свободных компаний и перевозчиков, которые как раз готовы заменить вот этих всех перевозчиков. В историческую эпоху живем, друзья. Мы как летописцы. Мы все фиксируем. На виртуальной бересте. Да. И, может быть, кто-то и не занимается сейчас грузоперевозками, но послушает нас. И займется. И займется. Побежит за фурой. Он откроет карту шелкового пути, поймет, что он как раз в правильном месте. Приложенную к ссылке к нашему выпуску. В удачном месте родился. В правильном месте, да, живем, товарищи, да. Ну, что же сказать. Это был очередной выпуск подкаста «Бизнес-клан», где мы обсуждали новости минувшей недели и то, как они могут повлиять на наш с вами бизнес. И увидимся опять через неделю. Да, друзья, спасибо, что были с нами. Мы вам всем рады. Пока-пока, до новых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok